Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн и это игра Планет Нома Отца. Вышло небольшое обновление. Я сегодня покажу один блок, который добавили. Также в игру добавили настройка клавиатуры, то есть можно теперь изменять клавиши, если вам неудобно что-то. И также какую-то опцию добавили. Вот эту, да, вот вроде бы. То есть от первого лица. То есть растягивать, да, то есть растягивать картинку, тем самым увеличивать градус обзора. Ладно, давайте перейдем к крафтам. Добавили вот такое вот устройство, Item Dispenser. Описание я его, ну, не буду вам рассказывать, собственно говоря, что он из себя представляет. Это вот такой вот блок, ну, даже вот такая вот штучечка, да, и она крепится, если... Нет, я не ошибаюсь. Вот именно к выходу, к выходу нашей установки. Допустим, здесь у нас производится, ну, это 3D принтер, тут производятся предметы. В чем суть? Давайте, во-первых, скрафтим его, да? Так, платин, ну, как раз-таки нужны. Ну, давайте вот так вот. Вот так вот скрафтим. И все, он вроде бы начал работать. Или интересно, ему нужно? Нужно ему электричество? Нет, видно, что не нужно электричество. Все, он начинает работать. В чем его фишка? Те, кто играли в Планету Номатс, те, наверное, замечали, когда вы строите и крафтите при этом при всем блоке какие-то. Допустим, вот мне нужно доделать тут немножечко крыши. И вам постоянно, ну, вы крафтите, и вам постоянно приходится там, ну, блоки тратятся, вам постоянно приходится забирать блоки из 3D принтера, да? То есть, чтобы они были, лежали в инвентаре. Теперь же, благодаря вот этому устройству, те блоки, которые вот здесь вот скрафчены, они сразу к вам идут в инвентарь. Ну, то есть, они расходуются сразу из 3D принтера. Тем самым вам не нужно к нему постоянно подходить и забирать эти блоки. Очень удобная вещь. Ну, и, собственно говоря, для крафта это, конечно, очень круто. Казуальненько, честно говоря. Но для начала пойдет, потому что все-таки это ранний доступ, да, все дела. Ну, понятное дело, что, возможно, потом на это нужно будет тратить электричество. Но работающая сеть логистическая, на которой они как раз-таки делают намек, это прям очень-очень интересно. Собственно, по поводу базы я доделал немножечко. Кстати, совсем чуть-чуть осталось. Вот здесь вот я сделал такие вот спуски. Так, вот здесь вот давайте сделаем освещение. Так, и здесь нам нужно подключить это освещение. Подключить освещение. Так, 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 вот теперь делаем. Конечно, этими зелеными линиями тут будет просто все перетянуто. Чик. Чик, подключили, чтобы вот здесь вот было пространство. Вообще, на самом деле, по поводу базы у меня есть такие интересные мысли. Так, как в этой игре очень много биомов, очень много биомов разнообразных, а мы появляемся всегда в одном, то есть смысл поискать какой-нибудь интересный биом и, может быть, там начать жить. Плюс было предложение множество начать развиваться в какой-то пещере, да, то есть построить в пещере какой-то то ли бункер, то ли еще что-то. Идея на самом деле хорошая. Но вначале я все-таки буду развиваться здесь, потому что, ну, понятное дело, что базу нужно с чего-то начинать. И начну я ее и здесь. Потом, возможно, я найду какое-то интересное место в пещере и перенесу основу туда. Кстати, еще в обновлении было добавлено сохранение и загрузка. Этого не было, да, то есть она не работала. Она работала только в креативном режиме, а в выживании она не работала. Но теперь вот и здесь тоже можно сохраняться перед тем, как, допустим, вы делаете какой-то поход или еще что-то, чтобы, ну, не потерять, там, не знаю, какие-нибудь точки или машину или еще что-то. База доделана, то есть крышу я сделал все-таки, конечно же, как и вы написали все. Это из таких вот маленьких блоков и теперь она так хорошо здесь довольно-таки смотрится. Отлично, по-моему, отлично. Да, второй этаж пока не буду делать, пока этим не буду заниматься. Надо заняться автомобилем. Автомобили! Потому что многое я не могу скратить, потому что у меня нет ресурсов. Но вот устройство, наверное, надо будет над ним поработать очень хорошо. И начну я, наверное, где-то здесь. Так как у меня нету... Не хватает, не хватит ресурсов, да, на вот этот блок, да, как он называется. Hoverjack. Потому что здесь нужны вот... Хотя микросхемы вторые, по-моему, у меня были, кстати. По-моему, по-моему, это было все. Микросхемы, да, были, но вот композит парц 2, вот этого здесь нету, да. И вот это как раз-таки и проблема. Да, а для них нужны кобальт. Вот, собственно, за кобальтом надо отправляться, потому что без кобальта не получается. Ну, ладно, тачку я начну где-то здесь создавать в начале. Или сделать повыше. Кстати, может быть... Хм... Я же могу, наверное, куда-то вот ее поставить повыше, так сказать. И чтобы... Угу. И чтобы снизу, как бы, ну, был подход мне. К примеру, к примеру, мы построим вот такую вот платформочку. Даже строить ее, в принципе, не обязательно. И вот здесь вот начнем строить машину, чтобы снизу был такой, ну, так сказать, чтобы я смог подлезть, собственно. А машину буду делать даже я не знаю какую, честно говоря, потому что, ну... Ну, давайте вот... Серьезно, а какую машину построить? В принципе, я делал уже подвеску, да, посвящал этому целое видео. И подвесочка получилась очень-очень хорошая. Но такую же, что ли, подвеску сделать? У меня есть мысль, и мы сейчас ее проверим. Смотрите, если я кабину поставлю не по стандарту, как, собственно... Как, собственно, и всегда это делается, да? То есть, допустим, вот так вот. А вот, к примеру, я ее поставлю вот так вот, да? То есть, ну, вот... Ну, к примеру, вот так вот. Ставим кабину, давайте ее соберем. Сейчас объясню, в чем мысль моя. Собрали мы кабину и садимся. Да, то есть, получается... То есть, чтобы нам ехать, мы должны смотреть вот так вот, да? То есть... То есть, мы вот так вот смотрим. Он даже садится и смотрит так сразу же. Ну, да-то. То есть, он едет не вот так, а вот так вот. И это интересно, честно говоря. Ха-ха! Давайте попробуем что-нибудь такое. Ну, необычное сделать, да? Потому что одни и те же машинки создавать, конечно же, можно, да? То есть... Но это не очень интересно. Теперь какую нам нужно... Какую-то нужно сделать мощную... Я бы сказал, очень мощную такую подвеску. Можно ее восьмиколесную, то есть, восьмиосную сделать, как бы, да? То есть, четыре оси спереди и четыре оси сзади. Но вот я, наверное, думаю, что я сделаю, как бы, восьми... Не, не восьми... Не восьми, получается, получается шестнадцати, да, осные? То есть, четыре... А, нет, ну да, восьмиосные. И только я еще две оси добавлю посередине. Вот как-то так, наверное, будет правильно. Вот, видите, кстати, у меня появился значок. Вот, как бы это показать там? Даже вот не знаю. Вот, вот он, вот. Вот здесь вот, видите? Такой, типа, Wi-Fi-значок. И я так понимаю, это именно вот эта вот штуковина-то и работает. То, что она подключена и, допустим, работает... Вот, видите, перестала работать. То есть, на определенном расстоянии только работает. Так, давайте я подумаю, что можно сделать с транспортом. Какую подвесочку добавить, какую... Как ее сделать поинтереснее. И вообще придумаю саму форму автомобиля. И мы продолжим. Так, и в принципе, что можно сделать? Можно два варианта сделать. Можно сделать транспорт с домиком внутри. Либо можно сделать просто стандартную, да? То есть машину, на которой будут какие-то блоки. Поэтому я вот думаю, наверное, я все-таки сделаю... Давайте попытаемся сделать с домиком внутри. На это нужно будет потратить очень много времени. Но мы попытаемся. Для начала, наверное, давайте подумаем и... Какого размера она должна быть? Вот, какого должна быть размера эта машинка? Примерно, предположим, да? То есть, ну вот так вот. И здесь еще один ряд. Так, давай, залетай, 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 залетай. Надеюсь, хватит. Так, допустим, допустим, здесь... Убираем и попробуем сейчас... Ну вот, стенка есть у нас. Ого! Ого, какой он... Он очень высокий получится. И здесь, при том, не очень много места будет, да? То есть, блин, она... Транспорты получатся прям... Я бы сказал, очень-очень громадным получатся. Хмм... Стоит ли вообще делать такую вот... Такую вот базу, а? А почему нет? Ребят, что-то я так подумал. Очень громовский транспорт получится. Прям очень большой. Ну, посмотрите, он уже... Он уже не очень-то маленький, да? Плюс... Стоит ли вот так вот... То есть, мне придется постоянно так... Еще и неудобно будет смотреть... Хм... Наверное, надо... Нет, наверное, да. Я буду путаться часто. И это будет неудобно. Вот, скорее всего... В этом-то и будет проблема. Жалко. Ну, ладно. Думаю, со временем появятся разнообразные кабины, которые можно будет как-то устанавливать по-разному. И как-то на них двигаться более интересно, чем по стандарту. Так что, наверное, все-таки построим по стандарту. Так, подумав-подумав, я родил что-то вот такой вот платформы. Довольно-таки интересно может получиться. Давайте сейчас посмотрим, что из этого вообще... То есть, собираем-собираем-собираем. Вот так вот. Выглядит, по крайней мере, очень прикольненько, да? Выглядит прям вообще шикарно, я бы сказал. Прям очень достойно. Так, остается теперь разобраться с подвесочкой, как она у нас будет располагаться, и как она вообще будет у нас устанавливаться. Наверное, я начну ее устанавливать вот отсюда. То есть, это будет у нас вот центральной частью. Вот здесь вот. Допустим, вот это будет центральной частью. И... Даже, наверное, вот отсюда можно уже начинать подвесочку устанавливать. Но... Ту подвеску, которую я хочу установить, она, наверное, будет здесь слишком слабоватой. Так что давайте где-то вот... Давайте вот так вот возьмем. Ну и колеса, да, конечно же. Потому что первое вообще, что нужно установить, это, конечно, подвесочку. Без подвески нормально ничего не будет ставиться. Так, потом два таких идет. И вот потом... Потом у нас идет, смотрите... Вот так вот. Вот так вот. Здесь ставится вот так вот. Потом вот сюда вот одна вот так вот уходит. Потом здесь также ставится вот так вот. И сюда уходит одна. Здесь ставится вот так. И вот так вот. И по два колеса. Оп Так просела, круто Даже она еще не рабочая Но уже просела, да И здесь так же, оп И оп То есть получается С этой стороны мы тоже ставим Так Ну, давай, вот так вот Так как здесь блоки мы поставим Только спереди Что они ставятся, да? А, вот ставятся, вот так вот То есть пожалуйста, вот вам уже Одна часть подвески Так И спереди будет точно-точно так же Давайте Так Вот так вот получается Здесь опять же камушек И О Блин, ну, давай ставь, я же знаю Вот так вот, все, он тоже просил Вот как-то так Спереди точно-точно так же будет Сейчас я построю и вернусь Так, ребят Ну, вот что-то уже вырисовывается, да? Он и выглядит, блин, как Такой, знаете, как луноход, да? Блин, вот эти блоки, конечно Очень круто смотрят Да вообще, на самом деле Здесь изогнутых блоков не хватает С передней частью я еще поработаю Потому что здесь, может быть, я по-другому установлю Ну, сейчас поглядим Потому что у нас все-таки есть более кривые блоки Здесь вот это вот будет чисто декоративный момент И вот в этом-то как раз-таки косяк Хотя сзади... Блин, понимаете, в чем фишка? Если я поставлю, допустим, вот просто Кстати, а почему у меня их нету? Не понял Непонятно, почему у меня их нету так Стоп, допустим, вот Full Armor Block То есть я ни один раз не собирал А, наверное, да, кстати Вот, они открылись То есть, если я буду собирать вот из таких Они не светятся Видите, вот как этот светится? И как вот эти светятся? Ну, не то, здесь прям очень шикарненько смотрится И блок поэтому мне понравился Так, давайте я соберу сейчас устройство И его поставим на землю И дальше уже будем смотреть, что можно проделать Здесь придется очень постараться, кстати Хотя вот Wi-Fi вроде должен... Вот, видите? Видите? Смотрите Забавный момент Вот сейчас Wi-Fi подключен У меня в верхнем левом углу Рессоры есть, да? Амортизаторы Wi-Fi отключается? Нет ресоров Видите? Амортизаторов Очень прикольно на самом деле Так что По поводу Wi-Fi Кстати, далеко Далеко его не нужно ставить, конечно же Вот Оп-оп-оп Видите? Прикольно Получается Так, еще один момент Который Так, компоненты кончились Еще один момент Который я вот думаю Попробовать Можно ли вот эту Wi-Fi точку Вывести по трубам Куда-то наружу, допустим И поставить Будет ли она функционировать Таким образом Вот непонятно немножко Так, мне нужны вот эти вот части Их мы сейчас накрафтим И давайте, в общем, я Соберу устройство, да? И продолжим уже, когда Что-то готовое будет Ну что ж, ребят Вроде бы я закончил Своего монстрика Установил две огромные батареи Надеюсь, этого хватит Чтобы запустить все эти колеса Потому что подвеска у нас Получается очень мощная И Не то, что даже она мощная Она Я бы даже сказал Она, наверное, даже слабоватая Потому что Все блоки, которые у нас На данный момент сейчас есть Они не очень справляются Вообще-то, на самом деле Я вот сейчас смотрю Можно, наверное, даже здесь Смещать некоторые моменты Ну ладно Ладно Подвеску можно улучшить То есть у нас сейчас стоит Вот на этой И на этой, допустим По одной подвеске Постоит вот это вот Да, то есть понятно Что вот здесь вот подвеска В самонастраиваемом состоянии Она прожата Прям под максимум То есть здесь я не настраивал Подвеску Не знаю, как у нас Двинется Это вообще платформа Я установил, как видите Две огромные батареи Не перестраивал пока кабину Попробуем Йоу Вух И Такое чувство, что мы Нам что-то мешает Да, то есть Посмотрите, как болтает Такое чувство, что Как будто Либо Либо колеса Куда-то Да нет, вроде бы Нормально все Давайте еще разочек Я вот прям Смотрите Я не понимаю Что происходит Я не понимаю Что происходит Потому что Эта вся платформа Она Она болтается Но не едет Смотрите Смотрите С подвеской передней Что происходит Вот видите Я вперед сейчас жму И не еду Странно Такое чувство, что Может быть Колеса Зацепились Ну-ка Блин Придется тут Перекопать Нафиг Все Да нет Я думаю Нет Посмотрите Она просто Не хочет Двигаться То есть Передняя подвеска Не рабочая Что ли Посмотрите Она болтается Как на этих блоках Странно То есть Я Об Об что-то Врезаюсь Видите Непонятно Ну давай Вылезай Полностью Ну Серьезно Я немножко В шоке Типа Почему так Почему оно Именно так Получилось То есть Пожалуйста Я даже Как-то Могу Вроде бы Вроде бы Могу Даже Или Или Чтоб Зачем-то Взлетает Начало Вот Посмотри Сейчас Что с подвеской Творится Видите Вот здесь Вот эта Часть Она Прям Отрывается Да То есть Прямо Вот видно Смещение Какое-то Непонятное Почему так Я немножко Не Не врубаюсь Давайте попробуем Оп Оп Короче Сейчас настрою И вернусь Что я попытался сделать Во-первых Приподнять подвеску Может быть Я не знаю Ну Я не знаю Честно Честно Не знаю Что предположить Так Еще раз проверяем Колеса все В ту сторону Повернуты Да Именно в ту сторону Они глядят В теории Должно ехать Да На практике же Он в что-то Упирается То есть Вот Что-то Упирается И я не пойму Что Либо что-то Невидимое При этом При всем Мы не можем Посмотреть Хотя я могу Допустим Переделать кабину Допустим Давайте вот здесь Вот поставим К примеру Ну Вот Как-нибудь Вот так вот Поставим кабину К примеру У меня Должно Должно Хватить Всех блоков Так Давайте Перезарядимся Вот так вот Кстати Вот Жалко Так Я вижу В чем проблема Вот сейчас Я увидел В чем проблема 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 Вот в этом блоке Вот в этом Почему-то Эти колеса Не захотели Нормально вставать Давайте уберем Уберем Эти колеса И посмотрим Ух ты Ёкарный Бабай Это сейчас что Я аж Испугался Че произошло По-моему Что Я честно Не знаю Че произошло Попробую Перезайти А зачем Собственно Говоря Перезайти И вот здесь Last drop Или Типа Сюда же Да То есть Я так понимаю Вот так вот Надо нажимать То есть Последняя точка Приземления Что ли Или что-то Типа такого Или опять Сейчас приземлюсь Куда-то не туда И все За 21 километр Нет Все-все-все-все-все Проснулся Где Ты Серьезно 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 Ладно Че Я уже Начинаю Повторяться Я не знаю Как так Получилось Честно Не знаю Не представляю Че Получилось Ну Наше устройство Сломалось Да И Само Самоуничтожилось Наверное Или еще Что-то Как-то Такое Жалко Единственное Время и ресурсов Опять же Потраченных На все это устройство Но Если я Нет Вроде бы нет У меня есть Вроде бы Сохранение Но Так Отлично Но Сохранение По-моему Там не то Там нету Этого устройства Даже начального Ну ладно Ничего страшного На этом я буду Заканчивать Уже как бы Заново Перестраивать В этой серии Не буду Но Концепция Того устройства Мне понравилась Единственное Что с колесами Я наверное Немножко переработаю Не очень Платформа Понравилась Мне как она Выглядит Ну вот Колесная база Хотя может быть И Я же не проверял Может быть На ней двигаться Очень-очень приятно И очень замечательно В общем Надо будет повторить Этот момент Я уже к следующей серии Подготовлю еще одну Такую платформу Чтобы в серии Не мучить вас И мы уже будем Проводить тесты Езды И собственно говоря Наверное Уже будем Так сказать Обустраивать ее Снаружи И возможно Даже отправимся В путешествие Ставьте лайки Если вам понравилось Всем всего Удачи И пока